Слушай, так вот эта вот вся толпа, которая была в Доме дружбы, в музее Фаберже, это все работники. Нет, конечно. Нет, нет, это изначально, которые кучковались под лестницей. Это были все офицеры? Нет, не только. Там еще были фабержовцы. Так что если у вас какие-то дела поздно лечить, то есть фабержовцы склоняли меня рассматривать какие-то яйца, но я отказался, потому что, ну а что мне это делать, это какие-то художественно оформленные тестиклы, неизвестно чьи, тогда и тому подобное. И где им нравится? Нет, но им нравится, потому что они выполняют бессмысленный туристический обряд, осмотр музея. А где им нравятся бессмысленные туристические обряды? Нет, ну и вообще много нравится всяких обрядов, в том числе абсолютно бессмысленных. Вот я тебе хочешь про венчание расскажу? Хорошо. Потому что там же это, что же отдельно прелестная песня, которую вообще никто никогда не касал? Про венчание? Про венчание, да. Про венчание, ничего не знаю, вообще ничего не знаю, было венчание на цикле, я разве не видела? Никогда не бывал, не венчал их. Нет, ну никто не венчался, но там настолько забавные, поднагодные, настолько чудесные текстики, смысл которых никто и не знает, но которые, тем не менее, я бы сказал, очень практичны. Я же забыла, я вас еще о чем хотела спросить, вот прям отлично как раз про железные крылья. Да конечно, это вы хотят начать. Вот, я и говорю, как раз по кате. Как раз, но я же был к вам вопрос. Когда он там сказал, что Ленинградская улица, он научила его, что если драка неизбежна, бить надо пиром. 15 часов и 8 минут в Москве, всего Бойко и Оксана Чижнева, эфир продолжается. У нас в северной столице наш коллега Ольга Бычкова, добрый день. Добрый день, мы в гостинице Гильвеция, тут на Марата с Александром Невзоровым. Да уж, да уж. Ваш публицист Александр Невзоров, здравствуйте. Добрый день, дорогая моя. Хотелось бы начать... О, привет, и вам тоже привет. Здравствуйте. Селый Бойко. Сделаю газету «Коммерсант». На недавнем заседании Валдайского клуба один из членов этого самого клуба, не названного, спросил президента, кто же все-таки Владимир Путин, ястреб или голубь. Я голубь, коротко ответил российский президент, но у меня очень мощные железные крылья. В дополнение Владимир Путин плавно помахал руками перед носом у члена клуба, демонстрируя широту размаха этих крыльев. А в сегодняшний, нынешний политический момент, так сказать, каким со стороны зверем, может быть, или кем-нибудь... Алиптицей. Алиптицей видится вам, наш президент. Ну, я бы не стал его сравнивать ни с каким представителем фауны или даже флоры, потому что вполне достаточно той характеристики, которую он дал себе сам. Правда, лязг его крыльев мы расслышали совсем недавно. Если это лязг, если это не фонограмма, потому что в России надо быть готовым ко всему. Я вам могу сказать, что существует прелестный набор киношных эффектов, когда под совершенно картонное или пластиковое соприкосновение предметов подкладывается страшный лязг и создается эффект железа или стали. Но я бы вообще не рисковал кому бы то ни было сравнивать себя с голубем, потому что мне с голубями приходилось много работать. И они часто бывают объектами физиологических опытов, у них довольно интересное поведение. Я могу сказать, что... То есть, ну, понятно, что это пьяный повсянь. Я не знаю, сколько надо было выпить литров фалернского, чтобы обозначить эту птицу символом миролюбия и вообще мира. Более склочных, годливых, авантюрных, хамских птичек, чем голуби, представить себе невозможно. К тому же ведь голубь – это же тоже такая, я бы сказал, пространная очень ассоциация. Есть же и городские голуби, отличающиеся особым изяществом, которые населяют помойки. А может быть, с голубями, с мощными железными крыльями, как сказал Путин? Вам же наверняка не приходилось иметь дело в ваших биологических опытах. А это другой вид, может быть. Ну, так, да, это малоизвестные науки – голубь-мутант. Я не сомневаюсь, что он должен быть занесен в Красную книгу и тщательно охраняем. Но, впрочем, это уже делает ФСО. – Я еще один вопрос в дополнение хочу задать. Вы сказали о киношных спецэффектах. А с вашей точки зрения, Владимир Путин, вот когда вы говорите об этой фонограмме и наложении звуков ударов, снимает скорее фильм с гоневудскими спецэффектами или со спецэффектами индийского кино? – Какой дерзкий вопрос! Какой дерзкий вопрос! Знаете что, я вам рекомендую, давайте я переадресую, трусливо переадресую его, задайте его Володину, потому что, насколько я знаю, вот сейчас всякие иконописцы в различных иконописных монастырях уже затачивают карандашики и готовят кисти для того, чтобы писать новый образ. Образ Володин, победивший змея интернет. – А где ты его победил? – Ну, он победил, потому что вы имеете 90% рейтинга, это вам ответ на возможности вашего протестного, вашего либерального, вашего свободного, вашего мыслящего интернета и о том, что на самом деле он может. Вот реальное влияние интернета. Не надо думать, что все произошло само собой. – Не надо думать, что все на решении. – Нет, ты знаешь, я думаю, что не нарисовалось. Я думаю, что скорее еще занижено. Я думаю, что всех тех, кто не входит в число безоговорочных сторонников Владимира Владимировича, скоро будут уже знать пофамильно. И списки их будут вывешены. Их немного. Я думаю, что на самом деле мы говорим, мы должны говорить там 95%, но просто вот цифры немножечко стыдливо занизили. И в этом нет ничего удивительного. Поскольку, я не знаю, какими усилиями далась ему победа над интернетом, он ведь, понимаешь, он ведь то, что называется Володин, во всех смыслах этого слова. То есть можно говорить Володин, можно говорить Вовин, можно говорить, ну, как угодно. Но, тем не менее, он верен и он удивительно ритмичен в своих победах. И это надо признать. А я тогда еще один задам вопрос про того же, вернее, по мотивам того же Ньюзмейкера, ужасно философский. Потому что он сказал, что его Ленинградская улица, на которой он вырос, научила, что если драка неизбежна, то бить надо первым. Вот меня, например, Ленинградская улица ничем не научила, я не росла на Ленинградской улице. А вы точно росли. Да, я точно рос, но, Оля, во-первых, ты точно не президент Российской Федерации, хотя я, конечно, да, поэтому плохо, что тебя не научила улица. К тому же мы теперь знаем, что, какое учебное заведение должен закончить человек, чтобы стать президентом Российской Федерации. Это Ленинградская улица, конечно. Так вы тоже не президент. Да, проблема, ага, меня туда не заманишь никакими калачами. И вообще нормальный человек на такую работу никогда не согласится. Надо быть абсолютным безумцем. К тому же я тебе могу сказать, что да, конечно, рекомендация бить первому – это очень хорошая рекомендация в том случае, если ты способен со стопроцентной вероятностью оценить неизбежность драки. Чаще всего это ошибка. Чаще всего как раз это иллюзия, это неизбежность. Вот как мы, напридумывали это. На самом деле, какие враги? Вот какие, где, какие у нас враги? Все враги изобретены и придуманы нами, начиная с Соединенных Штатов Америки. Есть НАТО, в которые давно можно было вступить, войти, где влиться, наконец, организовать некое общеевропейское нормальное единство. Почему швейцарцы не беспокоятся, что у них на расстоянии 100 метров стоит итальянская армия? Никого это не волнует. Никакое ни подлетное время, ни испанские танки. Ну, неинтересно им даже беседовать. Точно так же могло быть у нас. Но поскольку мы воображаем и придумываем себе постоянных врагов, которых на самом деле нет. Потому что все только заинтересованы, чтобы все было, в общем, тихо, мирно и благородно. И единственное, кто бушует, это мы. Вот мы воображаем, что должна начаться драка и начинаем бить по мордасам. Хотя, в общем, как выяснялось, никакой драки и не предполагалось. Но поскольку мы уже дали, то драка началась. И в результате мы оказались правы. В результате мы оказались правы, но, вероятно, как всегда биты. Вот мордасы. Да, как всегда биты. К тому же не забывай, да, что такие вещи говорятся очень часто, конечно, под влиянием собственного рейтинга. Но когда мы говорим в сотый раз, повторяя, и пытаясь эту мысль донести и сделать это максимально понятно. Вот когда мы говорим слово «народ», давай для легкости понимания заменим некое абстрактное понятие. Вот давай договоримся, народ – это существо, да. Это существо, которое в год выпивает 900 миллионов бутылок водки. Это статистика. Существо, которое выпивает в год 900 миллионов бутылок водки. Совершает десятки тысяч убийств и изнасилований. Не имеет ни малейшего представления о том, за что Эйнштейн получил Нобелевскую премию или Павлов. А это означает, когда человек не знает этого, что у него утрачена резкость, правильность, четкость восприятия, что он не может воспринимать современный мир адекватно, да, то есть вот те проблемы неверства, которые есть. Поэтому удивляться, в общем-то, особо нечему. Скажите лучше, почему вы не приняли сакральную жертву гражданина Царионова и не дали ему яд? Как он вам только что предлагал в этих наших интернетах? Во-первых, я считаю, что всю ту же самую историю можно провернуть гораздо веселее и интереснее. Я не увидел, как всякий Воробей, как всякий капитан Джек Воробей, я от этого и не пахла корыстью. А какая моя выгода? Вот, собственно говоря, что я выигрываю? Труп бедняжки Царионова? Мне он не нужен, а моего выигрыша не предполагалось. Поэтому, а все то, что он... Ну, как это, подождите, он же вам там все описал очень подробно. Он сказал, что если, что он не сомневается в том, что приняв из ваших рук ядовитую пилюлю, или что он там собирался принимать, он его спасет, его искренняя вера, и тогда вам придется раскаяться. Я на это ответил, Оля. И вы бы тогда вступили, наконец, на путь. Оля, Оля, я... Хорошо. Здесь есть, опять-таки, я не вижу своей выгоды, но дело не в этом. Я ответил встречным, гораздо более интересным предложением, что если уже мы перешли на какие-то евангельские тесты, то надо начинать с первого теста, который описан в Евангелии от Матфея, 17-20, 17 глава, 20 стих, о том, что если у человека есть вера с горчичное зерно, то есть самое минимальное количество, самая минимальная мера, которую знал античный мир, то он легко может передвинуть силы веры в гору. Причем я не требую, я не говорю про Джамалунгуму, я не говорю про какие-то отдельные фрагменты Памира. Я предлагаю... Ну, можно холмик какой-нибудь. Да, я предлагаю просто даже кучу строительного мусора. Чтобы вас не обвиняли. В прямом эфире. В том, что вы завышаете сложность. Совершенно верно. Потому что то, что он предложил, от этого пахнет 110 статьей. Как бы дело не повернулось, понятно, как оно может повернуться. В любом случае, это доведение до самоубийства. Ну, вот если бы я взял, принес бы ему цианистый водород, или даже что-нибудь полегче и повкуснее, бедняжка пьет и умирает, несмотря на все манипуляции, которые он производит. В любом случае, виноватым в его смерти буду я. Я предложил вариант, при котором все остаются целы. Плюс, я тебе скажу, более того, мне... А он не писал, что у Невзоров включил задний. Я не знаю, у меня традиционная ориентация, поэтому я не очень понимаю, что он имеет в виду. Это на каком-то их языке. Но я тебе могу сказать, что этот парень не симпатичен. И я думал, что его ждет... Он всем так симпатичен. А вот зря вы так. Потому что я думал, что еще будет много неожиданных поворотов. Он, судя по всему, горячий. Он, судя по всему, темпераментен. И он ищущий. Вот он сейчас нахлебается всей этой РПЦ-шной бодяге. И наверняка кинется искать истинную себе. Будет искать какого-нибудь бога в каком-нибудь другом месте. Я не уверен, что он в конце станет атеистом. Хотя вполне возможно. Но то, что он уйдет в крутой пике альтернативщины. И еще много интересного с ним будет связано. Я не сомневаюсь. Это зависит от того, как будет колебаться генеральная линия. Если у нас теперь будет атеизм государственной религии... Нет, у нас не будет никогда. Вполне возможно. Я надеюсь, у нас никогда не будет ни атеизма государственной религии. Ни вообще какой бы то ни было государственной религии. Хотя вот сейчас, судя по... Ну хорошо, если атеизм будет более ликвидным, чем государственная религия. Такого не есть государственной религии атеизм. И на самом деле атеисты все. И когда я беседую с верующими, я говорю, «Ребята, вы что же все абсолютнейшие атеисты?» Просто вы... Они начинают закидывать вас ко мне. Они начинают закидывать. Я им начинаю объяснять, что я не верю в 400 богов, а вы не верите в 399. Вы верите в Азириса? Нет, не верим. Вы верите в Кельцаткуатли? Не верим. А я не верю еще и в такого-то. Но, вот судя по тем симптомчикам, которые мы можем наблюдать, которые, кстати говоря, очень хорошо и тонко описаны, рекомендую всем такой есть портал Кредо.ру. Это вроде бы религиозный портал, но до такой степени разумный, взвешенный, без хамства традиционного для религиозников, с такими хорошими материалами по религиоведению, что рекомендую всем читать. И вот там как раз, но не в такой, естественно, не с такой прямотой, но сделаны аккуратные прогнозы, что же означает рукоположение хертония Тихона Шевкунова в епископе Егорьевске. Понятно, что... Только что это произошло? Это произошло только что. И все понятно, что, вероятно, взят курс на замену патриарха. Да. Да. Безусловно. И мне, честно говоря, когда я, при том, что у нас патриарх пожизненный и вроде бы несменяемый, но нарисовался как бы более удачный и серьезный кандидат на это место, вот ты знаешь, мне впервые... А почему более удачный и почему более серьезный? По множеству причин, которые... Вот опять-таки, давай сейчас не будем занимать эфирное время, это тоже очень интересный персонаж, но мне стало тревожно. Вот поверишь ли, мне стало тревожно, и я задумался. Так, неужели опять сортир, неужели опять задняя ушная вена и запрет на судмедэкспертизу? Вот стало мне тут как-то не по себе, очень бы не хотелось, чтобы так было. Кирюш, конечно, еще тот фрукт, но у него все-таки как много в нем нормального человеческого. Смазливая у париха, часики, квартирки, яхты... Ой, я вас уволяю, остановитесь, не взоров. Причем я как раз хвалю человека, объясняю, что он мне симпатичен, а у того, кто его может заменить, там, похоже, вообще полная лиценцефальность и одна извилинная, и та крестиком. И понятно, что если, ну, скажем так, вот эта ситуация назреет и каким-то образом будет решаться, вся та многочисленная гвардия, которую наплодил себе Гундяев, его не спасет, потому что все его назначенцы, это так, нолики с крестиками, которые тут же откозыряют новому хозяину. В общем, как я выяснил только что, я гораздо лучше отношусь к Гундяеву, чем думал об этом. А вот эта история, кстати, с православной едой, какие-то там чипсы, энергетики и что-то еще. А генно-модифицированные ваши... Ой, да, 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 да. Они теперь будут не православные? Да, но Попов же постоянно колбасит от всяких слов, которые они не очень понимают. И вот этот дикарский ужас, дикарский, примитивный какой-то, даже уже, это даже не пятикантропы, это астралопитичий ужас перед генно-модифицированными продуктами, которые являются, в общем, единственной перспективой накормить эту прожорливую землю, других вариантов у нас все равно нет. А еще потому, что у мусульман и у иудеев есть там всякие с едой штуки, и поэтому... Поэтому хочется и этим, да, да. Но это я тебе могу сказать, это вот, знаешь, как над болотом иногда вырастет, такой большой белесый пузырь, потом бамц, он лопается. Это вот из разряда этого. Это какие-то вот выходят эти древние примитивные газы с самых нижних слоев, но они не в состоянии существенно отравить атмосферу. Из-за того, что вы сказали очень разнузданно в предыдущем абзаце... Я разнузданно? Да. Слушайте, я, по-моему, был образцом корректности... И значит ли это, что... Оль, ты хочешь, чтобы я поговорил разнузданно у вас в эфире «Эхо Москвы»? Ну, мне уже достаточно вот того, что я слышу. Так вот, исходя вот из этого всего... Я как раз воплощенная корректность... Посмотрите на меня. Да, абсолютно. Абсолютная корректность, воплощенная. Вот эта вот концепция православных чипсов и вот этого всего, она устарела, и теперь дальше, когда-нибудь там, в следующей каденции ее не будет? Нет, ее не будет, потому что я тебе говорю, это все пузыри, точно так же, как пузыри у нас в России вообще все. И вот... Вообще все? Ну, практически все, да. При том, что они вроде бы пугающие пузыри. Вот взяли и нашу с тобой любимицу, ну, не знаю, как твою, мою, по крайней мере, точно, гражданку Мизулину, бодрую чиновницу из Госдумы, назначили, как ты думаешь, кем? Сенатором, зампред Конституционного комитета. Вот, допустить Мизулину. Для Конституции это все равно, что, прошу прощения за сравнение, крысу поставить, сторожить крупу. Понятно, что она все изгрызет и изгадит, потому что ни один человек такого пренебрежения Конституции, как чиновницы Мизулина, за последнее время не продемонстрировал. Ну, может быть, только там есть еще ее, как бы, дитя ее гнезда, ее, может быть, там, дочь Яровая. Понятно. Ваш любимый персонаж Милонов, конечно же. Милонов уже по сравнению с этими дамами Блекник, я надеюсь, что он что-нибудь отмочит в ближайшее время, чтобы снова о себе ярко напомнить. Причем я знаю, что с Мизулиной-то все было не так просто. Сперва она предполагалась в Совет Федерации, у нее была очень ответственная задача, было не нужно пересчитать огнетушители на этажах, но интеллектуально эта задача оказалась тяжеловатой, ее назначили на конституционное законодательство, как все-таки на то, что больше соответствует возможностям. Нет, тут я тебе могу сказать, ты видишь, я всегда стараюсь говорить о людях что-нибудь хорошее, я всегда сдержанный, корректен. Но когда вот эта вот совершенно невежественная тетка вдруг на себя берет смелость определять и решать, как жить огромному количеству взрослых, состоявшихся, профессиональных и свободных людей, то вот эта наглость, при том, что я сторонний наблюдатель, меня не очень волнуют тут ваши всероссийские страсти, вот эта наглость даже меня принимает. А почему все так за Мизулин схватились? Там как будто бы она одна такая. Нет, она не одна, она один из тех огональных симптомов. Там же таких просто, вот там не в смысле в Совете Федерации или в Государственной Думе, там каждый такой, да. А вот вообще, во всяких окрестностях, это же такой модный тренд, опять-таки ужасно ликвидный, милое дело. Милое. Ты на что намекаешь? А прицепились к одной бедной женщине. Ну, она по нагле и прочих, конечно. Она по нагле и прочих. Надо помнить, что за всем этим наблюдает бесстрастная ука Валентины. Я не знаю, что она думает на самом деле и что она чувствует, но мы помним про то, что Валентина Ивановна это такой специальный биоробот, изготовленный в секретных подвалах ЦК. Вам же нравится, Валентина Ивановна? У меня ужасно нравится. Кстати, ей всегда об этом говорил, что она биоробот, изготовленный в секретных подвалах ЦК. И чертежи после изготовления были уничтожены. И большего, вот идеальная номенклатурная единица, была задача изобрести идеальную номенклатурную единицу. Она воплотилась Валентине Ивановне. И не случайно, не случайно, именно поэтому первичной задачей для Мизулина это все-таки был подсчет огнетушителей. Ну, а когда не справилась, тогда уж конституционное законодательство. Коллеги, нам там не пора на новости уже уходить? Я пересчитываю огнетушители. А вы справляетесь? Они тоже не справляются. Хорошо. Ирина Михайловна, уже в этой студии. Действительно, пора нам сделать перерыв на краткие новости. Александр Невзоров, напоминаю, сегодня в программе персональный ваш. Мы вернемся. Вместе с нами через 5 минут. Книж-класс, плюс 7-9-8-5-9-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Как-то они там притители. В Москве. В Москве. Ты че ржешь? Слушай, ну я же был корректен. Абсолютно. Да. А Кирюшка мне правда жалко. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на работу в три смены из российской операции в Сирии, сообщает коммерсант власти. В конце концов, мы очень-очень давно лишь другизнаем. И вполне могло быть все совсем по-другому. По его словам, вы только будут проиндексированы. То есть вы были бы патриархом. Да, а он бы сидел у себя здесь. И изощрялся бы. Да, да, да. Постаролю. Да, да. Истачал бы яды. Руководителем балетной труппы Большого театра будет назначен главный политмейстер Маскалом Харбазиев. Об этом сообщил генеральный директор Большого Владимира Бурин. По его словам, догонценно. Так, про кредо я сказал, то, что я обещал моим другим епископам. Слушай, мне епископ тебе нравится? Да. Ну классный же он. Очень классный. Вот умница же. Действительно умница. И настолько свободный от понтов, от глупостей, от чванства любого. Если бы они все были такими, никаких проблем, пожалуйста, пусть верят в себе во все, что угодно, и никто бы никогда не поднял бы руки и не стал бы язвить в отношении идей и идей. Ну никому бы, и мне бы не пришло в голос. Да, это просто. Ведь мы же начинаем искрометничать, мы это всякие там Гольба, Килл, Митри, Зорова и прочее. Искрометничать только когда уже совсем вот-вот, совсем уже навалились и тяжело дышат со всех сторон в уши и держат путь. Там есть посимпатичный персонаж на Патриарха, это, конечно, Уверен Алфеев. И он, причем, действительно, он такой весь из себя прозападный, тонкий, весь из себя композитор, весь из себя экуменист, католикофил. То есть у него, вот, у него, как бы, такой цивилизационный багаж определенный есть, неплохой. А этот-то, да, действительно, там, одна из зеленых крестиков. 15 часов и 35 минут в столице выслушаете радиостанцию «Эхо Москвы» в столице Всеволод Бойко и Оксана Чиша у микрофона, а в северной столице, в отеле «Генвеце», Ольга Бычкова, главный редактор «Эхо Москвы» в Петербурге и публицист Александр Невзоров. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Это телефон для того, чтобы с помощью СМС-сообщения задать ваши вопросы, и у Оксаны тоже есть вопросы. Вот большой уже был такой у вас блок по церкви, что ли, но хочу вернуться к этой теме, потому что с сентября следим за тем, как возобновилось расследование по гибели членов царской семьи. Вот сегодня в Следственном комитете сообщили, что по инициативе Святейшего Патриарха принято решение о вскрытии гробницы императора Александра Третьего. Ну, понятно, почему, да, потому что дополнительные исследования проводятся для подтверждения подлинности останков цесаревича Алексея и Великой княжны Марии, а РПЦ решила удостовериться в подлинности перед захоронением в Петропавловском соборе. А это правильно вообще ориентироваться сейчас на мнение РПЦ именно в этом вопросе? Или нужно просто поставить точку, и всё? Да, вы знаете, мне всё равно, честно говоря, поскольку попы приобрели некоторую власть как в этом вопросе, так и в другом, вероятно, они могут дирижировать и проведением экспертиз. Для меня совершенно непонятно, какая разница, кого именно там погребут, кого именно закопают. Это всё дела настолько давно минувших дней, столько эпох и реальности сменилось. И вот эти всё танцы с костями совершенно бессмысленные, затратные, никому не нужные, никому не интересные, по большому счёту, и никому ничего не дающие, и не вносящие никакого мира в это истерзанное общество, не способные ответить на «ну такие кости, ну сякие кости, какая разница, что там вообще лежит». Даже если там упаковка нарзана или коробка фиксатуара, как это было принято в царское время подкладывать в мощи. Понимаете, вот мы сами раздуваем из абсолютно пустякового и незначительного вопроса о том, кому принадлежат те или иные косточки, раздуваем вдруг какую-то проблему. А проблемы на самом деле нет, потому что всё, что связано с монархией, давным-давно и навсегда проехано, и уже не вернётся, и не может быть возвращено, никогда просто в силу того, что это абсолютно лишнее. И сейчас в России есть гораздо менее приятная реальность, и гораздо более насущная, чем, например, все эти танцы с костями. – А про менее приятную реальность можно я спрошу прямо сейчас? – Ага. – Вот в том городе, где мы находимся с вами, в Санкт-Петербурге, некоторое время назад погиб пятимесячный ребёнок. Вы знаете эту историю? Таджикский. – Не знаю эту историю. – Да ладно. – Так откуда? Ну что, я санитарка, что ли? Морган. – Да нет, ну вы что? – Откуда мне знать эту историю? – Нет, ну как это, ну, проводили рейд, обнаружили там какие-то претензии к таджикской паре, к семье. У них был младенец пятимесячный. Его забрали у матери, отнесли в полицейский участок, потом в больницу, а потом он взял и умер через несколько часов. – Ну и что? – Не давали ему еды. – Вы что, сегодня… – Так что, а милиционеры, я не знаю, честно говоря, они должны были грудью кормить? Ну, частный случай. – Должны были не отнимать, по крайней мере. – Должны были, вероятно, много чего должно было бы происходить иначе. Но случай, вероятно, крайне неприятный и трагический, но абсолютно честно, я подозреваю, что даже в цивилизованных странах мира нечто подобное происходит и не является характеристичным для этих стран. – Ну, когда это происходит в цивилизованных странах, то там поднимается… – Буча. – Страшно, конечно. А тут как-то все так вот, все так, но в интернетах, конечно, там покрикивают. Сегодня вот в Петербурге там к таджикскому консульству несут какие-то цветы. Ну, потому что, ну, задело людей эта история. Ну, понятное дело. Но так, чтобы вот прямо все вот встали на уши и всех это вот прямо заставило, не знаю, там, все бросить и заниматься этим, хотя мне кажется, это логично. – Нет, может быть, это логично здесь. – Это не происходит. – А понимаешь, вот то, что называется вот налились силушкой правоохранительные органы, которые вот бурлит в них и кипит, и ищут они себе употребление уже всюду, да? – Это следствие, естественно, вот всех тех игр с силовыми вопросами, с обогтворением солдафонщины, с полностью придумыванием себе какой-то героической истории, хотя история совсем, мягко говоря, не так героична. Это вполне естественная ситуация. Я думаю, тоже это волнообразно, это уйдет. Мы помним тех бедолаг-милиционеров 90-х, мы помним бедолаг-фейсбышников, которые ходили, в общем, с протянутой рукой и очень неуютно себя чувствовали, а вот сейчас они уже просто кладут ножки на стол и требуют, чтобы им принесли на рецензию научную работу перед тем, как ее публиковать. – В иностранном журнале. – Да. – В иностранном журнале. – Нет. И в ваковских тоже журналах, и в любых рецензируемых, как только научная информация, считается, выходит на поверхность, то уже перевести ее не только в иностранный журнал, а любые другие. Притом, я могу сказать, что это какая-то беспробудная глупость, потому что хотел бы я посмотреть на, при всей моей симпатии к чекистам, между прочим, не скрываемо, хотел бы я посмотреть на тех чекистов, которые в состоянии оценить публикацию по скалярным полям или даже по векторным – по любым полям. – Нет, ну по ржаным возможно, да, но ржаное и скалярное поле – это несколько разные поля. По скалярному тяжело ходить, скажу я тебе, и невозможно брать пригоршни злаков. – Я не ходила. – Дело в том, что в любом случае ни одно, пойми, природа научных открытий, больших и малых, такова, что спрятать их невозможно. Мы уже играли в это во всё, ведь действительно когда-то именно, будешь смеяться, но именно в России, именно в Советском Союзе был изобретён, ну не в полном смысле этого слова, но практически в полном, мобильный телефон. Но это изобретение было запрятано глубоко под партийное сукно и использовалось только для всяких секретных разработок КГБ. А буквально через полтора года к тем же самым выводам пришли американцы, я имею в виду научным выводом, и немедленно запустили этот телефон, сделали его широко распространённым бытовым предметом. Есть «Lex Progressionis Insubirabilis», есть «Закон непреодолимой поступательности», когда всё равно количество информации провоцирует на открытие, когда количество знаний приговаривает человечество к тому, что открытие будет совершено, ну не Дарвином, так и Олесом, не кем-то одним, так и другим. Замечательно об этом сказал Макс Борн, который, там его честовали, по-моему, в 1913 году на физическом конгрессе в Берлине. Он сказал, знаете, я чувствую себя неловко, я чувствую себя как человек, который принимает лавры, как шахтёр, который обнаружил жилу, и эта жила очень богата и сильна, но если бы я этого не сделал, это бы сделал мой товарищ, который шёл рядом. И в этом вся суть науки, ничего спрятать нельзя. Только обидно, что от того, что те разработки, которые в России изначально всегда были сильны, я имею в виду физические, астрономические, ведь, между прочим, ещё до открытия Пензиаса и Вильсона, за которую они получили Нобелевскую премию, вопросы реликтового излучения практически были уже открыты у нас здесь в Пулковской лаборатории. Ну и это тоже было спрятано и положено под сукно, как великая государственная тайна. А по-моему, просто диверсанты, вредители и враги народа окопались в этих структурах. Наверняка они докладывают регулярно своему Абаме о том, как им удалось прекрасно справиться с российскими учёными, и теперь никто никогда не встанет с колен. Оль, ну давай как бы вот давай эту версию, эту версию как лично твою персональную, это будет специальная гипотеза Бычковой, давайте мы её и оставим. А кстати, вот вы приходили в прошлый раз с Чебурашкой и рассказывали долго и подробно. С каким Чебурашкой я приходил? Ну у вас на журнале было, на журнале Гео или на каком? Это был не Чебурашка, это был якобы Денисовский какой-то человек. Ну да, неандертальский какой-то. Это была не Чебурашка, это был журнал Гео. Ну Чебурашка. Чёрт побери, я понимаю, что дамам позволено многое, но всё-таки нет. Я просто хочу сказать, что вы в курсе, что ваш любимый журнал закрывает теперь? И они уходят. Хреново, хреново, но закономерно, потому что вот, знаешь, вот когда вообще прокажённый, вставшийся с коленой, пытается передвигаться, от него начинают отваливаться всякие нужные детали в виде носа, челюстей, ушей, выпадать глаза, отваливаются пальцы рук, это печально, но это неизбежно. Но это ещё один сильный научный, научно-популярный журнал, который, как я понимаю, покидает, да? Покидает русский рынок. Ну, чёрт возьми, мы на один Гео станем... Многие акционеры сказали, что он не нужен, не выгоден и всё. Ну, на один Гео мы станем тупее, хотя, в принципе, мы и так могли бы всей страной сниматься в известном кино. В каком? Тупой ещё тупее. Ну, а Гео добавляет нам шансов на призовые возможности в этом кастинге. Это правда, что вы в театре эстрад выступаете? Да, правда, что я выступаю в театре эстрады, да, но я не собираюсь... Не в цирке, а в театре эстрады? Нет, вот удивительно, что я не в цирке, и удивительно, что я не на арене, и неудивительно, что не христиане бросили меня на сжирание гиппопотамов. Это в Москве, в театре эстрады, но театр эстрады используется как площадка, а сам я, в общем, при том, что я не очень склонен к откровенности, ни в какой ситуации, будучи рептилией. Но, тем не менее, я постараюсь хотя бы на треть вопросов ответить искренне, поскольку вопросы опять ко мне появились, и, как я понимаю, их довольно много. Да, коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Или нам уже пора заканчивать? А вдогонку к журналу Гео есть у меня вопрос. Ну, как вдогонку? На самом деле, не вдогонку. Тут в ЦИОМ социологи провели опросы об отношении россиян к журналистам. Так вот, почти половина россиян с недоверием относятся к прессе, считая, что в журналистской среде, вы не поверите, существует коррупция. Интересно, что не первый год такие исследования проводят социологи, и рейтинг доверия к журналистам, говорят они, в 2015-м снизился до минимального значения. Там примерно 2,6 балла из 5 возможных. Вроде как-то странно. С одной стороны, нам действительно доказывают, что мы очень верим телевизору, а с другой получается, что фигу в кармане-то держим. Я думаю, что эта фига скоро прорвет карман. Такое уже было в истории российского государства, когда вот она растет, пухнет, потом начинает трещать карман, а потом мы видим вот эту вот лиловую с грязным обломанным ногтем фигу, которая решила, что она уже больше, чем даже ее обладатель. И потом что происходит после этого? Потом эта фига начинает движение хаотическое, страшное и непредсказуемое. Об этом движении очень любят писать поэты, снимать всякие революционные фильмы, и потом, потом, потомкам всегда очень интересно поговоряться, а что же это такое у вас было. А вы, кстати, слышали? А фига действительно растет, вы правы. А вы слышали, что теперь чуть ли не запрещать Толкиену будет? Это, насколько я знаю, у нас же есть вот этот, вот этот народившийся новый класс, это чиновничество, которое везде ищет себе применение. И вот они выдумывают для себя задачи, они решили, что традиционные ценности России размываются движением толкиенистов и необходимо на уровне комиссии по делам или агентства по делам молодежи наконец-то в этом тоже навести порядок. Притом, когда, если вы, не дай бог, Оля, вас призовут в агентство по делам молодежи, я вам могу сказать... А меня в качестве кого-то добавить? В качестве молодежи, черт возьми. Да, да. А если вы только не задавайте, пожалуйста, одного вопроса, который они вам не простят. Только не спрашивайте, какие ценности России... И не теряйте меня в розовый куст. Какие ценности России являются традиционными. И не просите их назвать хотя бы одну традицию России. Потому что вот этого они сделать не смогут и придут в ярость. Это все существует только в представлении. Никаких отдельных, особенных, уникальных традиций, к сожалению, не существует. Потому что если говорить про какое-то там особое отношение к семье, особое отношение к детям... Ну, вспомним про то, что давайте почитаем судебную гинекологию профессора Мержиевского. Это полный и наиболее ответственный свод 1914 года, который дает представление о... Причем беспристрастное представление о реальных взаимоотношениях в русских семьях. И большей мерзости, гадости, педофилии, избиении, изнасиловании и всей возможной паксти, которая только могла бы быть. А Мержиевский был очень дотушным исследователем и собрал практически всю цифию, которую можно было. Вы не увидите. Поэтому даже и на этом поле найти какую-то особую российскую... А что еще традиция? Какая еще традиция? Подставлять лоб золотому петушку под клевание? Но это вопрос не к нам, это вопрос и к президентам. Ну, потому что это царское дело. Петушку там или голубю. Нет, но есть варианты. Например, запрещайте толкиенистов, научите толкиенистов ставить ролевые игры по слову о полку Игореве. Вы знаете, я думаю, что... Чиж, ты загнула. Вот действительно чиж, вот действительно чиж, а не голубь. Чувствуется, что не голубь. И чижи ведь они начинают такое стремительное движение и хаотические скоростные полеты перед большой грозой. Я намекаю на исторический вектор развития нашего государства, судя по всему. Я хочу сказать, что да, возможно. И вообще все то, что делается в отношении несчастной молодежи, обеспечит молодежь таким зарядом ненависти ко всякой патриотике, казенщине, правильности, традициям, скрепам и корням. Это будет такой заряд ненависти, который никогда бы ни в силах не смогло сгенерировать ни одно гнусное либерастическое издание или какая-нибудь радиоточка. Ну, а это же, казалось бы, так очевидно. Это очевидно, но этим почему-то... Все же учились в средней школе и все помнят. Да. Ты рисовала Брежнева Рожкина? Естественно, рисовала. Нет, я Рожки не рисовала. А Ленину Фингал ты рисовала? Я рисовал вот буквально на всех предметах. Но я точно помню, что то, что вдалбливают, землее всего, оттого больше всего тошнит. Да. Даже в оброслом состоянии. Да, и вот сейчас они взялись вдалбливать. То есть они обеспечат молодежь такой протестной энергией против всей этой ахинеи, что на самом деле мы с вами могли бы и помолчать сегодня. Ну, мы-то ж не помолчим. Это ж никто не дождется. Куда нам? Кто ж нам даст помолчать-то? Конечно. И еще раз, вот я хочу последние слова сказать про эту ФСБшно-научную историю. Но тут тоже не надо как бы всех собак вешать только на ФСБшников. Они все-таки значительно цивилизованнее, чем все остальное государство. А зачем тогда они вот это все нам придумывают? А понимаешь, вот здесь как раз виноват Кремль. Но виноват не сегодняшний Кремль, а виновата вот та фараонская традиция, которая всегда существовала. В России власть рассматривает страну как собственность. Она и науку рассматривает как собственность, не как свободный поиск, свободный эксперимент, свободная мысль свободных людей, а как собственность, над которой они имеют власть. Их дело обеспечить и направить налоги на поддержание этих милых ребят, которые проводят жизнь за микроскопами. А совсем не регулировать их деятельность, не определять им. Так происходит по крайней мере во всем мире. Они не должны проводить жизнь за микроскопами, они должны создавать бомбу, например. Сделают они бомбу, если им дать дышать. Вот когда бомба была нужна, блин, к 45-му году, то ее как раз и не было. Потому что на каждом углу стоял какой-нибудь дяденька в синим и золотом погонах и с немецкой овчаркой, которая лаяла громче, чем дяденька. Или дяденька иногда. Да, дяденьки лаяли тогда громче, чем овчарки. Вот эта попытка рассмотреть страну как собственность, как нечто принадлежащее им, чем они имеют право распоряжаться. Вот это идущая с древнего Египта принципиальная и глупейшая ошибка любой власти, которая либо искренне тоталитарна, либо поигрывает в тоталитарность, либо является пузырем. Все, да, все, Оксана. Персонально ваш сегодня был публицист Александр Невзоров, Ольга Бычкова из Санкт-Петербурга. Мы с вами не прощаемся. И чиш, и чиш. И чишемся снова. Да. Ну что, у тебя такая фамилия? Хорошая фамилия. У меня это Оксана Чиш. Хорошая фамилия Оксана Чиш. Ну хорошо. Как-то вы сегодня прямо резвились. Я резвился? Да, гуляли по буфетам. Чтобы всем было понятно, чем были продиктованы твои мучения в прошлый раз. Твои мучения были в прошлый раз продиктованы недостатком варенья. Сейчас я это дело исправлю. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.